Божаю здоровья, шановные украинцы! Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Краткий отчёт о сегодняшнем дне. Первое. Военный кабинет. Это особая работа с ключевыми командующими и теми, кто обеспечивает оборону. Разумеется, это закрытая работа. Её детали не обнародуются. Но, как и заседание Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонных и активных действий. Второе. Санкции. Провёл совещание по усилению санкционных режимов, как наших, украинских, так и совместных с партнёрами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции. Фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнёрами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет. Решение уже скоро. Третье. Международные мероприятия. Этот май и следующий месяц будут достаточно активными для Украины в международной плоскости. Будет много переговорной работы, международных мероприятий, которые усилят нашу оборону. Всё прорабатываем. Провёл сегодня несколько совещаний по запланированному на эту неделю и на ближайшее время. Четвёртое. Провёл совещание с главой правительства Шмыгалём. Координация, подготовка решений. Готовим концептуальные решения по безопасности для развития Украины, нашей инфраструктуры, как сейчас, так и после войны. Готовимся и к запланированным международным встречам по восстановлению Украины и соответствующим переговорам с партнёрами. И пятое. Сегодняшние международные встречи и разговоры. Встретился с делегацией парламента Португалии во главе с представителем парламента. Продуктивно. Поблагодарил за поддержку нашего государства и людей. Тематика разговора достаточно обширная, но главное всё-таки это то, что нас объединяет. Это безопасность для всех европейцев, стабильность, а следовательно, это дальнейшее развитие и усиление европейского и евроатлантического сообщества. В этом контексте отметил, каких решений ожидаем от саммита партнёров в Вильнюсе в июле, саммита НАТО. Говорил сегодня с главой Африканского союза, президентом Каморских островов. Важный разговор и важные общие понимания. Поблагодарил за поддержку на глобальных площадках, в том числе в ООН. Пригласил присоединиться к реализации нашей формулы мира и заверил, что Украина готова быть надёжным гарантом продовольственной безопасности. Мы делаем всё, чтобы ликвидировать любой вред от российской агрессии как для наших людей, так и для всех наших партнёров. Спасибо каждому в мире, кто поддерживает Украину. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою ради нашего государства, на боевых постах и на боевых заданиях. Особо отмечу сегодня воинов 77-й отдельной аэромобильной и 93-й отдельной механизированной бригад, обороняющих бахмутское направление. Действительно результативно. Спасибо, ребята. Слава Украине.